Стрельбище «Лукодром» сегодня – одна из лучших специализированных площадок в стране и в Восточной Европе. Обрезская школа лучников известна и популярна среди знатоков и любителей этого вида спорта. Это неудивительно. Наша сборная команда входит в число 20-ти сильнейший. Высокий показатель. Если сопоставить все вышеназванное, тогда не вызывает удивления тот факт, что столь престижные соревнования проводятся на обрезкой земле уже 33-й раз. Есть условия, есть возможности. Нам уже удалось за последний период сделать этот объект еще более комфортным, еще более благоустроенным. В дальнейших планах, конечно, организация профессионального звуковусиления, организация, возможно, и видеотрансляции, но самое важное, даже не техническая составляющая, а то, чтобы эти соревнования проходили при полных трибунах. Я уверен, что со временем этот объект, замечательный спортивный объект, будет еще более популярным, а эти уже традиционные 33-е соревнования на призы Петра Ильича Клибука станут еще более массовыми с точки зрения участия других стран в этом соревновании. На столь престижных соревнованиях выступают маститые спортсмены. Представляются сборные самого высокого класса. Азербайджан, четыре города Российской Федерации, Украина и профессионалы Беларуси. Могилевчанин Николай Марусов – неоднократный призер международных и национальных турниров, чемпион Европы по стрельбе из лука. Самым главным своим достижением считает, что именно этот вид спорта, которому посвятил 20 лет, стал делом жизни. Когда уже стрельба из лука становится частью жизни, без которой ты не можешь прожить и дня, уже после 5-7 лет занимания, ты уже не обращаешь внимания на то, сколько ты на это тратишь усилий. Просто ежедневно, не меньше 4 часов необходимо заниматься данным видом спорта. В этом году у меня будет юбилей, 20 лет, как я занимаюсь стрельба из лука. В дальнейшем перспективы хорошие. Мне кажется, вот сейчас у нас состоялась такая команда мужская, уже возрастная, по 30 лет практически всем. И я понимаю, что это, наверное, самый пик формы, когда начинается подъем. Потому что все уже семейная жизнь сложилась, работа состоялась, как личность уже состоялась. И вот в этот момент начинается именно рост спортивный, да, профессиональный. Сегодня на турнире участвуют более 90 спортсменов из 4 стран. Приехал Азербайджан, приехала Россия, приехала Украина и, естественно, области нашей республики Беларусь. Видите, что соревнования проходят на таком действительно прекрасном спортивном сооружении на лукодроме, который отвечает всем требованиям международных федераций, международных правил соревнований. И я думаю, что спортсмены покажут сегодня и завтра свои лучшие результаты, на которые они способны. Ну и, естественно, будем болеть в первую очередь за наших брестских спортсменов. Тем более такая большая история, такие большие традиции. Глядя на этих красивых, мускулистых мужчин и ярких, грациозных женщин, ловко справляющимся с таким древним оружием, как лук, никогда не скажешь, что они каждый день по нескольку десятков раз поднимают лук весом с учетом натяжения порядка 25 килограммов. Многочасовые тренировки, упорство и усердие для них не пустой звук, а звук стрелы, попавшей в яблочко в самый центр мишени. Кстати, стрела, выпущенная из лука, преодолевает 90 метров за полторы секунды. И высокая конкуренция, и состав хороший. Но в любом случае мы ожидаем, что это будет еще больше. Ну а высокое место национальной команды во многом связано с ее успехами, конечно. Но на сегодняшний момент мы плотно входим в двадцатку сильнейших в мире. Это, конечно, достаточно высокое место. На сегодняшний момент, хочу сказать, что благодаря нашим друзьям, прежде всего из России, потому что, в общем-то, четыре города отдельных, то есть можно сказать, что у нас четыре команды из России. На сегодняшний момент, пожалуй, самый сильный состав россияне привезли из Московской области. Это второй состав национальной команды России. То есть это достаточно высокое, и я надеюсь, что уровень результатов будет достаточно высок. Соревнования только начались, но накал уже чувствуется. Стрелы последователей Робин Гуда попадают прямо в цель. А кто станет самым успешным, покажет время.